Доброе утро, дорогие телезрители! Просыпайтесь вместе с нами. Это третий час программы Добрый Ранец, Беларусь. 6 марта на календаре. Недавно на кроссовере Джили Атлас в России были объявлены цены. К слову, модель китайского бренда, которая производится в Беларуси, наделала там немало шума. И в основном этот положительный шум. Вот, дорогие друзья, сегодня вечером в эфире Беларусь-1 мы с вами увидим документальный фильм или специальный фильм агентства теленовостей, который называется «Атлас в дорогу. Народный тест-драйв». И прежде чем мы поговорим с создателем этого фильма, давайте посмотрим анонс сегодняшнего вечернего репортажа. Какое? Блестит. Приемство мягкое. На кого похож? Ручка. Узнаю, Поршка и Эн. А папе понравится? Хорошая управляемость. И очень такое, ну, прогнозируемое движение. А мама что скажет? Вот в дверях вот эти вот карманчики, они вообще малюсенькие. А если авария? Кажется, это проходит практически идеально. Какая чем-то? Ну, зачет! Реально зачет! Берем и едем! Смотрите фильм агентства теленовостей «Атлас в дорогу. Народный тест-драйв». Сразу после панорамы на Беларусь-1. Ну, вот согласитесь, интересный, интригующий. И надо сказать, что автор данного проекта у нас сегодня в гостях. Приветствуем вас. Здравствуйте, Александр Харовец. Доброе утро. Очень интересно с вами пообщаться, узнать, вот как же все происходило, как полисъемки, как автомобиль. И кто герои вообще-то вашего репортажа, а? Ну, первый вопрос. Автомобиль очень достойный. 100% он дает. Две недели мы снимали этот фильм. Объездили практически всю Беларусь в разных условиях. На хорошем асфальте, на заснеженной дороге. Пускали его в карьер. Ведет себя просто идеально, изумительно. А героями фильма мы решили сделать такой небольшой социальный срез. То есть, многодетная семья, трое деток, вмещается, не вмещается, с этой точки зрения, чтобы родители посмотрели. Конечно же, мы не прошли мимо молодежи, потому что машина такая интригующая, да, вот как на нее будут смотреть молодые люди. Они тоже, значит, погоняли на этой машине. Третьим героем нашего фильма стал бизнесмен, человек, который ездит на машинах представительского класса, который разбирается во всех тонкостях автомобилей, знает цен в хорошей машине. И он тоже высказал свое мнение. За, против, плюсы, минусы. Но самое главное, мы сделали ставку на автоэкспертов. Людей, которые действительно знают каждую болтик, каждую гаечку в автомобиле. Вот, и именно они были такими главными критиками «Джили Атлас». Я вам скажу, что они так же, как и мы, были удивлены прыткостью этой машины. Вот мы смотрим на кадры, настоящий краш-тест вы там устроили этому автомобилю. Конкурентами были «Форд» и «Ке», насколько мы знаем. Кто победил? Ну, если я скажу, что победила дружба, естественно, вы мне не поверите. Не поверим, конечно, поэтому говорите правду. У каждой машины свои достоинства, это однозначно. Приоткрою небольшой секрет. Было три испытания. Мы разгонялись по прямой до 100 километров, кто быстрее. Смотрели, как машины себя ведут на заснеженной трассе, в повороты входят. И третье испытание в карьере. Да, «Джили» где-то проигрывала. Это, безусловно, хотя потому, что у нее атмосферный двигатель. А у других конкурентов там турбированный. Атмосферный это какой? Это неважно. Атмосферный. Какая-то хорошая атмосфера создает автомобиль. Да, да, да. Саша, ну, ну, дальше. Вот. И в некоторых моментах он проиграл «Джили», вот. А в некоторых он дал такую фору этим именитым «Форду» и «Ке». А расскажите, вот, я знаю, что мы все знаем про комплектацию «Джили Атлас», про краш-тесты. Вот, вы действительно разбивали автомобиль? Правда? Да, да, да. Много? Где мы были в это время? Почему мы это не видели? Ну, и как это все происходило? А, на самом деле как? То есть мы были свидетелями того, как разбивают «Джили Атлас». Естественно, что перед тем, когда машина выходит на конвейер и отпускает ее дорогу, она проходит испытания. «Джили Атлас» проходил испытания как в Китае, так и в России на полигоне, на Дмитриевском полигоне, институт нами. Вот. И пришлось разбить две машины для того, чтобы посмотреть. Прямо в дребезг? Ну, стандартно, да, как в этих всех программах. Вот машина едет на скорости 64 км в час, по-моему, вот, и врезается в то или иное препятствие. Боковой удар, прямой удар, и потом эксперты, значит, оценивают, говорят, что будет с пассажирами при таком ударе. И знаете, что я вам скажу? Что? Ничего. Ничего не будет с пассажирами. Ничего. Подтверждено экспертом. Волшебная машина. Более подробно, конечно, мы покажем и расскажем в нашем фильме. Ну, и понятное дело, что сегодня вечером нужно обязательно включить будет телевизор на телеканале Беларуси1 и увидеть все подробности своими собственными глазами. Наш коллега Александр Хоровец с презентацией фильма «Атен», «Атлас в дорогу», «Народный тест-драйв» вам и сегодня утром все рассказал, и сегодня вечером все еще раз повторил. Да, сегодня вечером после панорамы смотрите этот фильм. Но мы, друзья, продолжаем. Продолжение следует...